Добрый день! В этом видео мы расскажем вам о том, что такое вскрытие транспортного средства. Чем вскрытие отличается от осмотра и досмотра транспортного средства, вы можете понять, посмотрев после этого вот это видео. В нем речь идет исключительно об осмотре и досмотре. Есть просьба, если это видео будет вам полезно, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если вам видео не понравится, то напишите нам, пожалуйста, что надо исправить, и мы обязательно учтем ваши замечания в следующем видео. Также, если вы не согласны с изложенной в видео позиции, то напишите об этом в комментарии. Мы с радостью подискутируем. Федеральным законом о войсках Национальной гвардии Российской Федерации предусматривается возможность сотрудникам Росгвардии производить осмотры и досмотры отдельных категорий граждан, водных судов и помещений, ну и тому подобное. Полномочий на проведение досмотра у Росгвардии в разы меньше, чем у сотрудников МВД. Но у Росгвардии есть полномочия по вскрытию транспортных средств. Вскрытию транспортного средства посвящена всего одна статья Федерального закона о войсках Национальной гвардии. Сам закон не дает пояснений, что такое вскрытие. Но в пункте 1 статьи 11 предусмотрено, что Росгвардия имеет право производить вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него при несении боевой службы. Мне интересно, как они проводят вскрытие транспортного средства без проникновения внутрь. Вскрытие само собой подразумевает, что вам надо проникнуть внутрь автомобиля. Вскрытие возможно в следующих случаях, всего их 7. Первое. Для спросения жизни граждан. Для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Третье. Для задержания лиц подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. Для пресечения преступления. Для проверки сообщения об угрозе террористического акта. Шестое. Для установления обстоятельств несчастного случая. И самое главное, можно сказать, вишенка на торте. Это проведение осмотра транспортного средства или груза, если имеется основание полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченные в гражданском обороте. Сейчас подробно поговорим об этом пункте. Закон в войсках Национальной гвардии не содержит определения, что такое осмотр. Мы можем лишь проводить аналогии между административно-предупредительными мерами МВД и Росгвардии. Так, в административном регламенте МВД говорится, что под осмотром понимается визуальное обследование транспортного средства и перевозимого груза. То есть, сотрудник МВД, проводящий осмотр, не имеет права прикасаться к машине, открывать двери, стекла, багажник. Он просто смотрит на машину. А вот, чтобы посмотреть, что находится внутри машины, он должен провести досмотр. Под досмотром понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, и осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. А вот сотрудники Росгвардии в рамках осмотра транспортного средства могут машину вскрыть и проникнуть внутрь. Внимание, вопрос, нарушит ли сотрудник Росгвардии конструктивную целостность автомобиля. Если да, то это уже не осмотр и не досмотр, это обыск. А обыск, как мы знаем, проводится в рамках уголовного процесса. В отличие от досмотра, обыск допускает нарушение конструктивной целостности транспортного средства. То есть, из действующих положений закона Росгвардии мы видим, что Росгвардия имеет право сломать замки и удерживающие устройство автомобиля для проникновения внутрь. Конечно, здесь мы видим явный перекос в полномочиях. Скрытие транспортного средства с целью осмотра противоречит элементарной юридической логике, так как осматривается транспортное средство визуально, в нем при этом ничего не ломается. Перед вскрытием транспортного средства сотрудник войск Национальной гвардии обязан назвать свои. Первое – должность. Второе – звание. Третье – фамилию. Обратите внимание, что имя и отчество он не обязан указывать. Предъявить по требованию собственника водителя служебное удостоверение. Предупредить о своем намерении разъяснить им причину и основания вскрытия транспортного средства. А также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. В самом законе вы не найдете прав и обязанности граждан, возникающих в связи со вскрытием его транспортного средства. Имею ли я после этого право на компенсацию? Например, сотрудники Росгвардии разбили окно автомобиля и проникли внутрь машины. Я имею право на компенсацию? Или их действия абсолютно законны? Я должен потом сам вставить себе стекло в машину? О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов. С момента его вскрытия информируется собственник. Если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствии. Росгвардии издан приказ с соответствующими объяснениями, которые регламентируют порядок информирования гражданина о вскрытии его автомобиля. Данный приказ предусматривает, что информирование собственника осуществляется уведомлением о вскрытии транспортного средства, направляемым по почте заказным почтовым отправлением по адресу места жительства, места пребывания или места нахождения собственника. То есть получается ситуация, вы, например, приехали на машине в Москву, и ночью вашу машину вскрыли сотрудники Росгвардии, и вам на следующий день по месту жительства в Хабаровск направили об этом уведомление. Где-то через пару месяцев вы его, конечно, получите, если почта его не потеряет по пути. Стоит отметить, что войска Национальной Гвардии в отсутствии собственника транспортного средства обеспечивают недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство. Что значит обеспечивать недопущение доступа посторонних лиц? Они эвакуируют машину на стоянку, приставляют Росгвардейца для охраны машины, заклеивают разбитое окно скотчем, а если я в командировке на пару месяцев, что будет с моей машиной? Также остаются нерешенными еще многие вопросы. Какой документ Росгвардия составляет после проведения вскрытия? Что должно быть прописано в данном документе? Кто его подписывает? Должны ли присутствовать понятые, или вестись видеозапись при вскрытии? Что делают сотрудники Росгвардии при обнаружении после вскрытия транспортного средства признаков преступления? Почему владельцу транспортного средства не передается протокол вскрытия, а направляется только уведомление? Какие повреждения транспортному средству в ходе вскрытия будут оправданными? Почему мы задаем все эти вопросы? Да потому что пока данные вопросы не найдут своего нормативного закрепления, то мы можем столкнуться с нарушением со стороны должностных лиц. Нам не удалось найти судебной практики по данному вопросу, но это абсолютно не значит, что ее нет. Но так как большинство вопросов вскрытия транспортного средства не урегулированы законодательно, то при рассмотрении конфликтных ситуаций, связанных со вскрытием транспортного средства, суды всегда будут на стороне Росгвардии, так как росгвардейцы физически не могут нарушить требования по вскрытию автомобиля, так как их нет. Да, и вызывает большие вопросы предоставление сотрудникам Росгвардии право вскрытия транспортного средства. Зачем создавать еще одну непонятную конструкцию, когда целесообразнее использовать выработанные и всем понятные механизмы осмотр и досмотр транспортного средства. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Если видео вам не понравилось, то ставьте дизлайк. Подписывайтесь на наш канал, мы выпустим еще много аналогичных видео.